Резкое повышение ставки ЦБ, разрывы логистических цепочек и отложенный спрос. Итоги 2022 года на рынке недвижимости подведем сегодня в эфире РБК Перм. В студии Алена Катаева. Здравствуйте. К концу 2021 года спрос на рынке недвижимости Пермского края упал. Тогда эксперты говорили, что это произошло из-за роста стоимости квадратного метра. При этом давали прогноз, что предпосылок ни к росту, ни к снижению цен нет. Данные были озвучены в середине февраля. Какие еще прогнозы по рынку недвижимости давали эксперты? Смотрите далее. По итогам 2021 года к регионам, где больше всего упали продажи в новостройках, присоединился Пермский край, замыкая десятку. В абсолютном выражении договоров было заключено почти на тысячу меньше. Большие продажи квартир сократились около 4,5%. Следуют из расчетов РБК на основе данных Росреестра. Эксперты в сфере недвижимости говорят, что особо это ощущалось к концу года. Основная причина – рост цен. С начала года, это первый-второй квартал, мы очень активно продавали новостройки. Было очень много предложений. И, в общем-то, могу сказать, что новостройки, особенно какие-то недорогие, уходили просто как горячие пирожки. К концу года, наверное, даже конец третьего и четвертый квартал, на мой взгляд, ситуация несколько поменялась. Почему? Потому что за весь 2021 год цена на новостройки выросла. Это где-то 16-20%, как говорят нам аналитики. По разным сегментам, по разным новостройкам, более эконом-класс повыше, больше поднялась цена. Пока ипотека была дешевой, недвижимостью часто интересовались инвесторы. Сейчас ипотека подорожала, отмечает эксперт. Отсюда, добавляет директор Пермского агентства недвижимости территории Екатерина Пахомова, рынок нового жилья поменялся. Теперь в основном продают маленькие квартиры. Независимый эксперт в сфере недвижимости Надежда Ахметова считает, что рост цен повлиял на показатели спроса. В 2022 году предпосылок к увеличению, так как к снижению цен нет. На спрос на первичном рынке влияют и помощь государства, и акции застройщиков, и акции банков. Бешеного ажиотажа не будет. Соответственно, сильного роста цен на первичном рынке не ожидаем. Напомню, за 2021 год объем жилищного строительства в Прикамье увеличился на 8%. Данные публиковал Пермстад. По объему введенного жилья первое место топа застройщиков в Прикамье заняла корпорация развития Пермского края с объемом введенного жилья в 65,5 тысяч квадратных метров. Рейтинг впервые возглавила госкомпания. Это связано с тем, что корпорация активно вводила в строй дома в ЖК «Любима» в Березняках. Вторую строчку топа заняла группа компаний «Сатурн-Р» с введением жилья в 58,5 тысяч квадратных метров. Компания завершила строительство ЖК «Арсенал» в центре Перми. Начало специальной военной операции очень быстро отразилось на рынке недвижимости. Некоторые застройщики начали снимать с продажи квартиры в новостройках. Основной причиной стал нестабильный курс рубля. Стоимость одного доллара 1 марта превышала 93 рубля. Кроме того, в связи с повышением ключевой ставки обрушился рынок ипотечного кредитования. Банки приостановили выдачу кредитов на покупку недвижимости. О резких изменениях на рынке в марте смотрите далее. Цена на 1 квадратный метр у ряда региональных застройщиков уже поднялась на 15 тысяч рублей. И это не предел, говорят риэлторы. Если за январь стоимость новостройки выросла на 3%, то здесь скачок резкий и всего за пару дней. Стоимость самой популярной недвижимости в регионе – квартиры площадью в 40 квадратных метров – выросла на 600 тысяч рублей и составляет более 5 миллионов рублей. Но вилка цены может разниться в зависимости от выбора застройщика. Также ряд застройщиков региона сняли объекты с продаж на сегодняшний день, чтобы пересмотреть ценовую политику или дождаться стабилизации курса рубля. Кроме того, рынок вторичного жилья тоже переживает непростые времена, так как некоторые банки уже остановили выдачу кредитов под покупку недвижимости. Что касается вторичного рынка, то здесь уже часть банков остановили выдачу. И вот сотрудники мне рассказали о том, что был уже в пятницу прецедент, когда уже по одобренному кредиту, по одобренному решению не подписал банк кредитный договор и уже вышел с предложением поменять сторону повышения ставку по кредиту. Региональные застройщики сообщили в беседе с РБК Пермь, что пока не проводили перерасчет стоимости текущих строек по причине нестабильности курса валют. По предварительным оценкам, рост стоимости текущих проектов вырастет от 10 до 30%. Также представители строительной сферы подтверждают, что, по примеру московских коллег, некоторые пермские застройщики приостановили продажу объектов, а некоторые выставили заградительные цены. Однако, по словам бизнесменов, текущие стройки не будут приостановлены, но над новыми проектами застройщики работу пока приостановили. Стройки заморозиться не могут, потому что проектное финансирование, оно работает и подписано, и пока банки не откатили процентные ставки по проектному финансированию назад, ну вернее вверх, ожидать, что стройки заморозятся, ждать не приходится, скорее нет. Вот вывод новых проектов, да, здесь, скорее всего, застройщики возьмут какую-то паузу. Также представители строительной сферы сообщают, что ипотечный рынок, скорее всего, при ключевой ставке в 20% рухнет, так как ставки по ипотеке будут 24-25%. Если это произойдет, то на рынке останутся люди только с живыми деньгами, а это 10-15% от общего числа клиентов и покупателей с альтернативной сделкой. Рынок может удержаться за счет субсидированной процентной ставки государства на новостройки, но 100% уверенности у экспертов нет. Также застройщики говорят, что снижение ввода в эксплуатацию жилого фонда в 2022 году точно не будет. Однако, если строители не будут разрабатывать новые проекты, то в 2023 и 2024 годах сокращение будет наблюдаться. Что касается рынка аренды жилья, то здесь критических изменений не произошло. Средняя стоимость аренды на вторичном рынке жилья составляет 18 400 рублей, а в новостройках 20 700 рублей. Цена за год выросла на 27% и на 30 соответственно. Ближе к концу марта рынок недвижимости оказался в подвешенном состоянии. Стоимость жилья на первичном рынке заморозилась, однако ставка по ипотечным кредитам продолжала расти. При этом банки фиксировали рекордный объем по оформлению льготных ипотек, а рынок вторички оказался в стагнации. Улучшить свои жилищные условия именно сейчас решила мама двоих детей Наталья Лукиных, несмотря на рост процентной ставки по ипотеке почти до 20%, который произошел из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Однако сделку банк одобрил еще по старой ставке в 9%, так как заявка и положительный ответ от кредитной организации был получен еще два месяца назад. Поэтому семья Лукиных решили не откладывать сделку. Мы сейчас живем в однокомнатной квартире и хотим улучшить свои жилищные условия, переехать в двухкомнатную, либо в трехкомнатную квартиру. Ставка еще пока фиксированная, и хотим успеть. По данным Сбербанка, за три недели марта зафиксирован рекордный объем по оформлению именно льготных ипотек. Объем выдачи кредитов за это время увеличился на чуть более 54%. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Общая сумма кредитов по привилегированной программе составила более 71 миллиона рублей. Для сравнения, такая сумма была лишь по итогу конца прошлого месяца. Востребованность льготного ипотечного кредитования растет. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов на привлекательных условиях. Домклик от Сбера предлагает выгодные условия кредитования. За счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях правительства Российской Федерации. Однако, по словам риэлтора местного отделения агентства недвижимости «Смени квартиру», первым делом с рынка ушел низкий ценовой сегмент вторичного жилья. Кроме того, игроки рынка недвижимости отмечают сезонный рост цен на недвижимость, который был в период с января по февраль. Я хочу сказать, что, как обычно, когда что-то происходит необъятное, необъяснимое, в общем-то, цены растут. Потом, как правило, идет стабилизация, в общем-то, то, что сейчас и наступило. И я думаю, что все-таки со временем, со временем, да, в среднесрочном и в долгосрочном ценах будут снижаться. Пик кредитования по старым ставкам ипотечного кредита действительно есть, подчеркивают эксперты. Но предложения не соответствуют спросу. По словам риэлторов, хороших квартир мало. Предпочтение чаще отдается вторичному рынку, в том числе это связано и с ценами на новостройки. По новостройкам застройщики в начале марта цены достаточно хорошо подняли. Процентов на 10, потом на 5. Сейчас, следя за застройщиками, цены не поднимают. Потому что, ну, видимо, у нас в Перми есть какой-то такой порог, выше которого люди не готовы покупать. Но сократился спрос у покупателей, потому что у застройщиков сейчас предложений хороших мало. Ипотеку, кому нужно было срочно купить по льготной ипотеке, уже накупились этих квартир, и спрос упал. Новых строек сейчас пока не предвидится. Застройщики все ожидают поддержки от государства. Рынок вторички сейчас в стагнации, несмотря на снижение цен, рассказывают представители сферы недвижимости. По их мнению, максимальный спад стоимости квадратного метра дойдет до 30%. Но в отличие от новостроек, вторичный рынок просядет не так быстро, потому что он не был подвержен такому перегреву в конце прошлого года. Что касается ипотечного кредитования, ставка, которую сейчас предлагают банки, ранее была зафиксирована лишь в 2008-м во время кризиса. Поэтому покупать недвижимость, если это жизненно необходимо, но по старым ипотечным ставкам, например, как у Натальи Лукиных, стоит прямо сейчас. От ипотечной сделки в 20% пока стоит отказаться, резюмируют эксперты. В мае власти разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной. За счет этого появилась возможность взять заем на жилье с ежемесячным платежом на 41% ниже, чем по средней рыночной ставке. О том, как это нововведение могло повлиять на рынок, мы поговорили в студии с экспертом, директором по развитию агентства недвижимости «Территория» Екатериной Пахомовой. Далее это интервью. За счет разрешения сочетать льготную ипотеку с другим жилищным кредитом можно взять заем на жилье с ежемесячным платежом на 41% ниже, чем по средней рыночной ставке. Такую оценку дают участники рынка недвижимости. О решении разрешить сочетать льготную ипотеку под 9% с рыночной или другой субсидированной программой 2 мая сообщил вице-премьер Марат Хуснулин. Льготные лимиты остались теми же. Позитивное ли это решение для рынка недвижимости региона? Психологически, станет ли сумма ежемесячного платежа покупателям комфортнее? Узнаем у эксперта на связи со студией Екатерина Пахомова, директор по развитию агентства недвижимости «Территория». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. С 1 апреля ставку по льготной ипотеке увеличивались с 7 до 12%. Предельный размер льготной ипотеки увеличился тогда до 6 миллионов. И эксперты высказывали, что средний ежемесячный платеж тогда должен был составлять 55 тысяч рублей. Но ведь это неподъемная сумма для многих. Вот сейчас условия изменились. Насколько вырастет покупательская способность благодаря вот этим изменениям? Но я думаю, что особо сильно на спрос в данный момент времени это не повлияет. То есть если мы посмотрим на рынок последних несколько недель, то мы увидим резкое снижение спроса. То есть на сегодняшний день люди не стремятся брать ипотеку. Связано это не только с тем, что ставка остается высокой, тем не менее. Даже 9% это все равно не маленькая ставка. Но платежеспособный спрос, он довольно низкий. И люди на сегодняшний день просто не верят в завтра и отказываются брать ипотеку, ждут. То есть позиция на сегодняшний день у людей выжидательная. Мы не ожидаем, что пройдут праздники. Конечно, сейчас такой период, когда кто-то уехал на дачи, кто-то еще куда-то уехал отдыхать. Но вот закончатся праздники, люди 12-11 числа выйдут на работу и все, и побегут брать кредиты. Нет, я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что люди будут ждать дальнейшего снижения процентной ставки. Может быть, субсидирование еще каких-то дополнительных категорий граждан. Может быть, субсидирование процентной ставки по вторичному рынку. Вот вы знаете, рынок же очень хороший индикатор. Что мы увидели? Например, на вторичном рынке, где ставка на сегодняшний день довольно высокая. Минимальная ставка 13,9%, которую можно взять. Но это при условии очень-очень многих составляющих. Люди берут минимальную сумму, то есть только чтобы доплатить. Например, это может быть 500 тысяч рублей по такой ставке, 400 миллион. То есть вот такая сумма, она вполне подъемная. Что-то свое продают, добирают недостающую сумму, приобретают что-то другое. Но что такое миллион на сегодняшний день в сравнении с той стоимостью жилья, которая есть, с той стоимостью квадратного метра. Поэтому, конечно, люди в ожидании снижения стоимости недвижимости, стоимости квадратного метра на рынке нового жилья. То есть все-таки можно надеяться на то, что квадратные метры подешевеют? Или это все-таки сейчас из разряда фантастики? Вы знаете, я бы не сказала, что это из разряда фантастики, но ждать какого-то серьезного снижения тоже не стоит. Потому что пока никаких таких предпосылок для снижения нет. Я думаю, что все равно правительство будет поддерживать строительную отрасль, и все равно будут придумывать какие-то дополнительные меры стимулирования спроса и поддержки непосредственно самой строительной отрасли. Да, часть цен, конечно, ведь очень серьезный был скачок. В феврале за одну неделю цены выросли порядка 10-15%. Это только за неделю. Это очень существенный рост для рынка. Поэтому, конечно, часть цен немножечко скорректируется. Мы уже сейчас видим, что есть акции, есть специальные предложения на определенные квартиры, есть субсидированные ставки. То есть, например, застройщик говорит о том, что, пожалуйста, вы приобретая квартиру, вы можете под 1% взять ипотеку на период строительства. Понятно, что это такая, скажем так, маркетинговая ставка, где вкладывают стоимость квадратного метра вот эта вот часть. Но, тем не менее, для людей это звучит, что можно под низкий процент взять ипотеку. В Москве вообще под 0,1% есть такие программы, действуют. Поэтому, конечно, какие-то такие механизмы. Да, насчет программ. Получается, сейчас можно сочетать льготную ипотеку с субсидированными программами. Какое сочетание наиболее выгодно и как его определить для себя пельмикам? Ну, допустим, если людям недостаточно той суммы, которая субсидируется, льготная ипотека, если ее недостаточно, то по среднерыночному проценту они могут добирать любую недостающую сумму. Но насколько хватит их платежеспособного спроса? Весь вопрос-то ведь в этом, именно в платежеспособном спросе. Вот даже 6 миллионов, это, ну, скажем так, можно найти на рынке нового жилья, квартиру в пределах этой суммы. Вопрос, смогут ли люди взять, да? Я же вам привела пример, миллион. Но это намного больше, чем даже 50% от стоимости. А вот почему сейчас не создали единый продукт? То есть они говорят, сочетайте льготную ипотеку с программой. Почему нет единого какого-то финансового продукта, который был бы удобен? Потому что это же надо разрабатывать, надо считать. И это, видимо, не очень быстрый процесс. То есть это процесс небыстрый. Поэтому почему сейчас постоянно уже какие-то появляются новые дополнительные от банков предложения о том же рефинансировании. То есть условия постоянно, практически даже, может быть, раз в неделю, какие-то дополнительные условия, стимулирующие спрос, они добавляются. Вот если не будет работать так, значит, что-то другое предложат. Но невозможно сейчас на все категории граждан разработать какую-то единую программу, которая стала бы оптимальной. Хорошо, что есть, допустим, у нас семейная ипотека. Хорошо, что сейчас индивидуальное жилищное строительство. Можно взять кредит, да, тоже под льготную ипотеку. Правда, конечно, от юридического лица, но тем не менее, придвести это индивидуальное жилищное строительство. Линейка, она все равно это расширяется. Посмотрим. Давайте все-таки еще поговорим о среднем ежемесячном платеже. Вот я озвучила данные. Еще в апреле он составлял средний ежемесячный платеж. 55 тысяч рублей. Сейчас, на ваш взгляд, эта сумма равняется примерно каким числам? Ну вот смотрите, мы посчитали. Если, допустим, брать тот же самый 1 миллион, а это ничего. Это сейчас капля в море. На максимальный срок кредитования на 30 лет. То есть где-то платеж средний будет составлять около, скажем так, 13 тысяч рублей в месяц. А если более реальные суммы брать? Те же 6 миллионов, например. Суммы вот надо умножить. То есть это может быть больше, около 30 и выше. Не каждая семья сейчас может себе это позволить. Я еще раз хочу сказать, что уровень жизни, он не растет. И это довольно ипотека. Это же на довольно длительный период. Мы вот, например, заметили, что люди, которые отказались абсолютно сознательно от того, чтобы взять кредит, хотя они еще были одобрены даже по старой ставке, да? То есть имели возможность по более низкой ставке получить кредит, отказались. В силу того, что неуверенные в своем будущем стали снимать в аренду квартиры. То есть вот сейчас... Это тоже нашли выход. Нашли такой выход. Понятно, что он временный, но, по крайней мере, ты очень легко и быстро можешь выйти из аренды, вернуться обратно к родителям, ну, еще каким-то образом своим... То есть более безопасный. Более безопасный на данный момент. И давайте еще вернемся к прогнозам. Вот как вот это изменение вскажется на рынке в целом. Вот есть мнение, что к концу 2022 года по льготной программе может быть предоставлено не 60-70% суммарного объема выдачи ипотеки в стране, как в предыдущие годы, а 80-90%. Так ли это? Вы знаете, я думаю, что это очень оптимистичные цифры. Очень оптимистичные. И сейчас, на сегодняшний день, у нас субсидируется новое жилье, новостройки. Но мы заметили, что последние несколько лет люди, которые приобретали новое жилье, они продавали свое вторичное. А кто его будет покупать, если на вторичном рынке ставка не будет меняться? Вот минимальная 13, около 14 тысяч, да, около 14 процентов ставка на сегодняшний день, она довольно высокая. Это серьезная ставка. Конечно, мы жили в период, когда ставка была и 15 процентов, и 20 процентов годовых. Но это минимальное количество людей брали кредиты по такой ставке. Поэтому я считаю, что это очень оптимистичные прогнозы, очень оптимистичные. Нужно быть реалистами, да? В этой ситуации все-таки стоит оставаться реалистами. Абсолютно оставаться реалистами, все считать. И вот давайте вот в эту точку посмотрим. Вот в этой точке рынок встал. Встал. То есть спрос минимальный. Люди ждут. Во-первых, очень у многих все еще, хотя сейчас, конечно, ставки на депозитах, они снизились уже, да, но тем не менее на краткосрочные часть денег люди положили на краткосрочные депозиты. Была надежда, что вот в мае, в первых чисел мая, люди заберут вот эти вот свои деньги, выйдут на рынок. Нет, ничего подобного не произошло. То есть мы общаемся с коллегами, какая обстановка, что сейчас вообще происходит, какой рынок, продавца или покупателя, что вообще со стоимостью. Но, во-первых, я вам хочу сказать, что вторичный рынок уже готов к торгу. Пока на ценах это не так явно видно, если делать средний анализ по рынку того же вторичного жилья, тем не менее уже готовы продавцы к торгу, кому нужно продать, готовы к снижению. На рынке новостроек, я уже тоже сказала об этом, тоже похожая ситуация. Но активного спроса его нет. Спрос прямо вот минимальный. Спасибо большое, Екатерина. Напомню, что ольготные ипотеки, ее сочетаемость с субсидированными программами, а также поведение покупателей на рынке недвижимости региона, мы говорили с Екатериной Пахомовой, директором по развитию агентства недвижимости «Территория». Спасибо, Екатерина. Далее реклама. Но не переключайтесь. Сразу после нее вспомним, что изменилось для регионального рынка недвижимости летом 2022-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, дорогие пермики. Наступает год кролика. И так как кролики – это очень дружелюбное создание, я желаю вам иметь настоящую и крепкую дружбу с вашими друзьями, родными и близкими. В этом теплом кругу используйте эту новогоднюю паузу в удовольствии. Кто-то встанет на лыжи, кто-то сходит на елку. Но главное – не забудьте загадать желание, которое обязательно сбудется. Соберите в голове свои самые светлые мысли и врывайтесь в Новый год с надеждой и верой в лучшие. С Новым годом, друзья! Здоровья вам и любви! Мы продолжаем подводить итоги года для рынка недвижимости. В июне из-за нестабильной экономической ситуации пермики начали беспокоиться, что застройщики не выполнят свои обязательства, а начатые проекты не будут закончены. Тогда девелоперы заявили, что продолжат строительство уже начатых домов. Однако с реализацией новых проектов могли возникнуть проблемы. Об этом эксперты рассказали в следующем сюжете. Жители Перми озабочены, что при нынешней экономической ситуации застройщики не завершат строительство жилых домов. Вопросы поступили во время прямого эфира министра строительства края Андрея Калмогорова. Пермские власти уверены, что в этом году, несмотря на рост курса валюты, удорожание стройматериалов региону, все же удастся выполнить планы по воду более чем миллиона квадратных метров. Жилья поставлены ранее. Сейчас система хеджирования рисков через эскровую счета практически снимает вероятность появления обманутых дольщиков. Это раз. Второе, мы там практически в еженедельном режиме мониторим ситуацию с нашими застройщиками и взаимодействие с банками. Пока рисков не видим в появлении новых обманутых дольщиков. Опрошенные девелоперы рассказали, что пока не повышают стоимость своих объектов, несмотря на рост себестоимости строительства. А все стройки идут по графику. Так, в компании от девелопера УДС рассказали РБК Пермь, что действительно часть ранее закладываемого оборудования на их объекты по ряду причин на рынок не поставляется. Девелопер подбирает аналоги без ухудшения характеристик от отечественных производителей и переориентируется на рынок Китая, Турции, Кореи, прокомментировал представитель компании. Аналогично заявили и строительной группе развития. «Мы не приостановили ни одну стройку. Все объекты возводятся в соответствии с графиком. В этом году выполним свои обязательства и сдадим четыре дома. Один дом мы уже ввели в эксплуатацию и готовы передавать ключи раньше срока. В планах также запустить новый объект». Ранее в интервью директор консалтингового агентства Регина Давлейчина заявляла, что проблемы со сдачей новостроек в Прикамье могут возникнуть в 2024 году. Именно тогда будут сдаваться начаты сейчас объекты. А до времена с этим в Перми наблюдался же одажный спрос и рост цен на новостройки. Несмотря на кризис, рынок не останавливается, а даже растет. Государство ввело льготные программы, застройщики обеспечили условия для удаленных сделок и дополнительно субсидировали ипотечную ставку. А покупатели в ответ начали усиленно покупать квартиры. Главное, что, на мой взгляд, мы увидели, важнее не цена квартиры, а условия ее покупки. Как легко покупатель может получить ипотечный кредит и сколько для него стоят заемные деньги. С начала года заявляли пермские аналитики, средняя стоимость новостроек в Перми выросла почти на четверть, составив по итогам апреля более 100 тысяч рублей за квадратный метр. Уже в начале мая, по данным экспертов, темпы роста цены остановились за счет структурных сдвигов в экономике. В конце июня ни процентное снижение ставки по ипотеке, ни государственная поддержка не подняли волну спроса на пермском рынке недвижимости. Такое заявление в беседе с РБК Перем сделала руководитель пермского агентства территория Екатерина Пахомова. Несмотря на то, что порядка 80% рынка недвижимости составляли именно ипотечные сделки, люди не стремились тогда взять ипотеку, потому что не были уверены в завтрашнем дне в экономической стабильности своего положения, отмечал эксперт. В тот период около 40% россиян не могли взять ипотеку даже под 0%. В то же время в краевой столице довольно серьезно выросли цены на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра на тот момент составляла 100 тысяч рублей. Банки отказывали в выдаче ипотеки. При этом в момент снижения ставки сработал отложенный спрос. Но многие потенциальные заемщики тогда ждали дальнейшего снижения ставки или стоимости квадратного метра. Кроме того, часть населения переориентировалась на вторичный рынок. В середине июля цены начали снижаться. Это отметили эксперты. Однако из-за отсутствия спроса и падения продаж жилья риэлторы начали уходить с рынка. Сектор стали покидать небольшие региональные компании. Специалисты оценивали спад рынка в 30-50%. О неустойчивости сферы мы поговорили в студии с руководителем агентства «Управдом» Виталием Овчаренко и экспертом по недвижимости Натальей Шевченко. Давайте посмотрим это интервью. Это программа «Итоги». Мы продолжаем. На связи с нами сейчас находятся Виталий Овчаренко и Наталья Шевченко. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ранее мы обсуждали снижение цен на различные группы товаров. Вы ощутили на себе снижение цен в регионе? Да, в Перми наблюдается снижение цен на вторичном рынке жилья, а также в сегменте коммерции наблюдается снижение и спроса, и, соответственно, снижение цены на объекты недвижимости. Вы уже как раз перешли к теме. Давайте обратимся к второму спикеру. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. В выпуске ранее мы тоже говорили про снижение цен, в том числе на продукты, питание, на непродовольственные товары. Вот по ощущениям, как у покупателя, что подорожало в регионе больше всего сейчас? Вы знаете, я не ощутила ни продукты, ни там, ну, мне кажется, все подорожало. Особенно новостройки подорожали. Вот я бы так сказала. Мы как раз таки перешли к теме нашего обсуждения. Подорожало в первом квартале года недвижимость, был очень существенный скачок. Об этом мы как раз сейчас поговорим с Виталием Овчаренко, руководителем агентства «Управдом» и Натальей Шевченко, экспертом по недвижимости. Виталий, вот расскажите, вы лично ощущаете сейчас какую-то неустойчивость в вашей сфере, потому что ходит информация о том, что риэлторам может не остаться работы? В плане повышения цены на новостройки, да, то есть она у нас стабильно повышалась, если мы заметим тенденцию нескольких лет, да, то есть с учетом появления льготных программ, застройщики стали повышать стоимость каждого квартала. Это все видят и это все знают. То есть сейчас это не исключение. То есть повышение цен именно на первичном рынке, оно остается, и в принципе я думаю, что тенденция это не изменится, будут лишь только какие-то акции, скидки, возможно, но застройщик от этого ничего не потеряет. Спрос на первичном рынке, он снизился, даже с учетом того, что появились какие-то льготные программы возвращения процентной ставки пониженной, это не поменяло вообще ничего абсолютно ровным учетом. Если смотреть уход в частные маклеры с агентств недвижимости агентов, то это наблюдается с марта месяца, с учетом того, что 2020 год он нам дал рост, получается, агентов новых, которые не проходили ни одного кризиса. Соответственно, они не знают, как плавать на этом рынке, и, соответственно, они стали уходить в свои профессии до момента прихода в недвижимость, либо ушли в частные маклеры. То есть у нас две тенденции, да, то есть как бы либо человек уходит в частные маклеры, работает до какого-то времени и понимает, что в агентстве он получал те сервисы, которые он сам не может дать клиенту, и, соответственно, он возвращается. Второй момент – это, соответственно, уход может быть такой, что он не знает, как работать на этом рынке, агентство не дает инструментов для агента, и, соответственно, он уходит в свободное плавание, достигая там какого-то роста определенного, либо вообще уходит, как я повторюсь, в профессию до того, как он работал. Спасибо, Виталий. Хочу обратиться к Наталье. Вот есть информация, что риэлторы начали уходить с российского рынка из-за падения продаж жилья. В первую очередь, подсчитал жил фонд компания, это небольшие региональные компании, те, кто специализировался на сделках со вторичкой. На ваш взгляд, вот как прокомментируете эту информацию? На самом ли деле риэлторы уходят с рынка? Вы знаете, я так скажу, уйти можно хоть откуда, но профессионалы все остаются. И вот с кем я работаю и с кем работала ранее, я уже 16 лет на этом рынке. И мое агентство знали в городе Перми, агентство недвижимости Ларец, и сейчас я как эксперт, как инвестор больше, да, сама работаю как ИП. И хочу сказать, что те, кто работали ранее со мной, начинали, они все остались на рынке. Правильно сейчас вот я также хочу свое мнение выразить, что надо перестраиваться, подстраиваться под рынок. Невозможно на одном и том же уровне держаться, надо рынок чувствовать и понимать. Наша пандемия нам показала, что мы не можем находиться на одном месте, надо куда-то двигаться. Если ты, ну, умеешь это делать, да, и как бы твоя, не знаю, твое время тебе диктует, что не надо стоять, а надо идти. И очень много, на самом деле, на рынке недвижимости очень много больших возможностей для риэлторов. Огромное количество. Даже в кризисный период, правильно понимаю? Даже в кризисный период, даже еще больше работы. И риэлторы просто навсего, да, новички. Вот я три кризиса пережила. И, конечно, мне очень просто сориентироваться и выйти, и найти ту нишу, которую я бы сейчас, ну, зарабатывала и помогала своим клиентам. Сейчас такое время, когда, да, покупатели на вторичном рынке, ну, вот, днем с огнем не сыщешь. На вторичке, как раз. Это на самом деле. Да, 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 да. Днем с огнем не сыщешь. И, другими словами, рынок вторичного жилья стоит. Ставка вторички не конкурирует со ставкой новостройки. И пока такое будет, вот наше правительство надо все-таки поддержать вторичное жилье, рынок вторичного жилья. И пока мы не услышим, что наших застройщиков, они у нас, извините меня за выражение, разбалованные какие-то, вот, я бы так сказала. И я за то, чтобы все-таки поддержали рынок вторичного как раз-таки вторичного жилья. Виталий, скажите, пожалуйста, вот сейчас риэлторы вообще в каких нишах востребованы? Вот вторичка просела, где тогда они сейчас нужны в регионе? Ну, смотрите, давайте начнем с того, что риэлтор, он будет востребован, в принципе, по спросу, да, то есть всегда будет востребованность и на вторичном рынке, и на первичном рынке, и по заготовному сегменту, и по коммерции. Тут все будет зависеть от того, на что он более, будем говорить так, настроен в работе. Работа будет всегда. То есть тут я соглашусь, что, да, то есть нужны какие-то меры поддержки вторичного рынка, чтобы была какая-то конкуренция между первичным рынком и вторичным. Также, если смотреть в плане того, что насколько у нас идет сейчас сокращение спроса, оно связано. Как раз люди выжидают, наверное, момента понижения цен на вторичном рынке. Это тоже во многом дает отток спроса. Здесь нужно уметь просто работать, потому что рынок у нас делится на два типа. Это, соответственно, один тип, это когда повышенный спрос, а второй тип, это, соответственно, когда повышенное предложение. Мы из года в год сталкиваемся с этим. Просто нужно уметь работать на этом рынке и находить какие-то инструменты новые для привлечения клиентов. Наталья, какие прогнозы можете дать, когда, наконец, риелторов станет больше, когда, наконец, они станут востребованными и во всех сферах, в том числе во вторичке? Какие сроки для себя обозначаете? Смотрите, то есть если мы будем сравнивать с прохождением кризиса 2008 года, к примеру, да, то есть отток был где-то примерно на процентов, наверное, на 40 агентств. И агентов в целом. Ну, если мы будем брать рынок 2008 года, он начал оживать где-то к 2009 году, то есть за год он где-то поднялся. То есть нам где-то тоже год необходим для того, чтобы снова встать на ноги? Тут все зависит от маклера. То есть если маклер все-таки ушел, точнее агент ушел в частные маклеры, тут будет зависеть от того, насколько он дает качественные сервисы для своего клиента. Если он это сделать не может, он либо уходит, повторюсь, в ту профессию, в ту, в которой он работал, придя в частные маклеры, либо он уходит в агентство недвижимости, но по его мнению, которое будет для него давать эти сервисы. Чтобы он мог им пользоваться, соответственно, агентство должно давать рост для своих сотрудников, должно давать инструменты и качественный сервис. Только по этому мнению люди будут идти в агенты. Приходить обратно нам. Да, конечно, выходить обратно на рынок и давать качественные услуги. Спасибо большое, Виталий. Завершу наше интервью несколькими вопросами каждому из спикеров. Вот Виталий, скажите коротко, буквально, да, нет или в одном слове ответ, планируете ли вы лично покидать сферу? Ни в коем случае, я работаю с 2005 года и никуда не собираюсь уходить. Готовы ли к новым вызовам сейчас, если они будут? Конечно, я всегда готов и я всегда, в принципе, знаю, что будет на рынке дальше и примерно понимая, как выйти из этой ситуации. Наталья, я обращусь к вам, расскажите, вы планируете покидать сферу в ближайшее время? Как можно покинуть, если ты 16 лет уже находишься на этом рынке и ты как... Рыбоводец. Да, это твоя жизнь уже, это твоя любовь и невозможно эту любовь покинуть, как я говорю. Ну и последний вопрос, когда все-таки все успокоится, когда все станет стабильно, на ваш взгляд, какие прогнозы даете для себя? Я хочу сказать, что только все начинается. И когда закончится, мы не знаем. Я только так могу сказать. Живите здесь и сейчас. Если вы хотите продать, купить, обменять, проинвестировать свои деньги, то это делайте сейчас, потому что мы не знаем, что будет завтра. Я не могу говорить про то, что будет завтра. Сегодня жить надо сегодняшним днем. Такая жизнь у нас на сегодняшний день. Спасибо, Наталья. Спасибо, Виталий. Напомню, что сегодня мы говорили о том, планируют ли уйти пермские риэлторы с российского рынка. Пришли к выводам, что сейчас пока массово никто уходить не собирается. В основном тяжело сейчас новичкам. Ну и кроме того, выживут те, кто будут подстраиваться под реалии рынка. Об этом мы говорили с руководителем агентства «Правдом» Виталием Овчаренко и Натальей Шевченко, экспертом по недвижимости. Виталий, Наталья, благодарю вас. Прекрасной вам. Спасибо. Далее реклама. Но не переключайтесь. Сразу после нее вспомним, что изменилось для регионального рынка недвижимости во второй половине 2022-го. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прекрасной. А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Кулактив Центра управления регионом Пермского края поздравляет вас с Новым годом. Каждый день мы отвечаем на сообщения, которые поступают в социальных сетях. Я желаю, чтобы как можно больше было сообщений информационных, где мы узнаем о событиях, праздниках, культурных мероприятиях и как можно меньше было сообщений о проблемах. Я желаю в наступающем новом году нам всем здоровья, удачи, профессионального и личного роста. Мы продолжаем. Программы льготной ипотеки, семейной для IT и субсидированной ипотеки летом пользовались в регионе спросом. Об этом заявляли пермские застройщики. И это несмотря на традиционно низкий сезон в сфере. В чем причина и почему пермские риэлторы тогда давали разные прогнозы, вспомним далее. Причина – выживление покупателей после понижения ставки ЦБ в пятницу. В то же время давление на решение клиентов по приобретению недвижимости в ипотеку продолжает оказывать ставка по рыночной ипотеке, то есть ставка на вторичном рынке. Потому что большинство пермяков заявляют представители застройщика. Перед покупкой квартиры новостройки сначала долго не могут продать вторичку по достойной цене. Сейчас ставка 7 процентов и у потенциальных покупателей уже нет ожидания, как было в апреле и мае, когда они откладывали сделки из-за того, что была ожидания, что снизится ставка и снизится соответственно процент по льготной ипотеке, что произошло. Отставка в апреле с 12 до 7 процентов, которая действует сейчас. То есть сейчас уже покупатели не откладывают сделки. Среди причин, по которым льготная ипотека может быть пермякам неинтересна, застройщики называют сроки кредитования. Большинству просто невыгодно платить за жилье на протяжении 30 лет, поэтому выгода может быть не так привлекательна. Играет роль и сумма первоначального взноса. При льготной ипотеке она существенно выше и покупатели не всегда могут найти такие суммы. Альтернативное мнение нам озвучили в гильдии риэлторов. Пермские риэлторы уверены, льготная ипотека и дальше будет пользоваться популярностью. Особенно в сентябре, когда вклады пермяков в банках начнут высвобождаться. Есть и противоположное мнение о цели покупки пермяками недвижимости в ипотеку в этот период. По мнению ряда экспертов, речь не идет о вложениях. Дело скорее в необходимости приобретения жилья. Банки только-только сейчас свои ипотечные программы корректируют. То есть вторник, среда, будет больше предложений от банков. Все хотят клиентов. Все ожидают, что будет еще снижение примерно до 6% к Новому году. Но есть ряд экспертов, которые об этом говорят. Мое личное убеждение, что скорее всего ставку поднимут обратно до 10,5%. Люди успокоятся, вклады закроются. 1 сентября будет людей стимулировать к тому, чтобы менять место жительства. У многих дети пойдут в первый класс. Еще одна возможная причина непопулярности ряда программ льготной ипотеки, по мнению риэлторов, отсутствие социальной инфраструктуры вокруг новостроек. Имея в виду школы, секции. Все это направляет пермяков сказать «да вторички». Однако жиновостройки на данный момент все-таки остаются в топе продаж. В ноябре обновилась ставка по ипотечному кредитованию в крае. Так, с января по сентябрь прошлого года жители региона оформили 19,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 49 миллиардов рублей. Средний размер займа увеличился за год на 380 тысяч рублей, до 2,5 миллионов. Средневзвешенная ставка по выданным кредитам снизилась до 7,5%. Как отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю, после существенного снижения в апреле-май спрос на ипотечные кредиты в регионе начал постепенно восстанавливаться. Этому способствовали меры государственной поддержки, а также снижение ставок и изменение условий по льготным ипотечным программам. За январь-сентябрь 2022 года в Прикамье было выдано 4 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 12,5 миллиардов рублей. Из них чуть более 2 тысяч кредитов приходилось на льготную ипотеку под 7%. События, которые происходили с пермским рынком недвижимости, мы обсудим с экспертом, директором агентства системы и исследований решений Региной Довлечной. Регина, приветствую. С наступившим Вас Новым Годом. Ну и первый вопрос. Как развивалась ситуация на рынке недвижимости? Особенно интересна ситуация, наверное, с марта месяца. Добрый день. Вопрос очень интересный, потому что прошлый год он изобиловал событиями и тенденциями разной направленности. Если каждый сегмент, если мы рассматриваем жилье, он делится на новостройки и на вторичный рынок. И каждый из сегментов имеет свои результаты и показатели. И, конечно же, факторы, которые влияли на ценообразование и на спрос. Поэтому предлагаю рассмотреть их частями поэтапно и начать с новостроек. Потому что это сегмент наиболее интересный, привлекает внимание. И в прошлом году шокировал беспрецедентным ростом цен. И если мы подведем с вами итоги, то за 2022 год средняя цена на рынке новостроек выросла на 26%. С одной стороны, это шикарный рост. Это рекорд, наверное. Это один из наивысших показателей. Потому что у нас были показатели и в 46, и в 35%. Это 2008-2010 годы. Как раз кредит. Да. Но за последние десятилетия, конечно же, это рекорд. Но я бы, наверное, по частям этот прирост разобрала. Потому что на основании такого роста можно предположить, что тенденции складывались очень хорошие. И инвестиции можно вкладывать в новостройки и покупать. И все будет хорошо. Чтобы не дарить лишние иллюзии, я поэтому делю на несколько этапов. Основной прирост у нас в прошлом году пришелся на первый квартал. Только за три месяца 2022 года цена на рынке новостроек выросла на 25%. То есть это январь плюс 10%, период февраль-март еще плюс 13%. Итого у нас уже 24-25% идет за первый квартал. Если рассматривать, как выросла цена с апреля по конец года, прирост составил всего лишь 1,5%. Причем как бы декабрь и январь цены скорректировались достаточно сильно. Почему это происходит? Потому что декабрь традиционно это оживление спроса, это большое количество сделок. И традиционно застройщики с января поднимают цены. И поэтому мы имеем существенный рост как раз в размере 10% между декабрем и январем. И к концу года мы пришли в состояние стабилизации. Но есть уже и скрытые стагнационные процессы, когда застройщики открывают различные акции, спецпредложения на какое-то количество квартир. То есть скрытую дефляцию, скрытое снижение цен уже рынок демонстрировал. Но пока он не отразился в снижении средней цены. То есть в структуре мы уже видим некоторую коррекцию. Что касается рынка вторичного жилья, здесь прирост составил скромные 8,5%. Это за год. Это за год. Но здесь также пришла коррекция. Рынок рос не так быстро, потому что это все-таки большое количество продавцов и покупателей. И цена формируется рыночным способом, а не субъективным, как это на рынке новостроек происходит. И рынок вторичного жилья рос планомерно в течение всего года, но незначительно. То есть 3-2% ежеквартально. Но он не подскочил сразу же за рынком новостроек. Нет, конечно. Такого скачка не было. Нет, поэтому мне нравится рассматривать рынок вторичного жилья, потому что это реальное отражение состояния платежеспособности и экономической конъюнктуры рынка. То есть он не подвержен существенным колебаниям, но в любом случае даже рост на вторичном рынке произошел за счет роста новостроек. Потому что у нас есть новое жилье, недавно сданное, и как раз оно выросло максимально среди всех остальных типов жилья. Хотя есть сегменты, которые даже имели отрицательный пророст. Спрос при этом был? Спрос также можно делить по периодам. То есть у нас спрос с вами был до марта и сентябрь. То есть это, можно сказать, 4 месяца в году, когда у нас с вами был некоторый спрос. Так на вторичном, так и на первичном рынке. Да, понятно, что он больше интенсивностью проявлялся на рынке вторичного жилья, потому что у нас большинство сделок происходит все-таки с использованием потечных жилищных кредитов. И это, конечно, очень поддерживало спрос. Поддерживало спрос и в марте прошлого года, и в сентябре до объявления мобилизации. Но даже отмена льготной ипотеки в конце года не спровоцировала новый скачок спроса. Понимаете? То есть это говорит о том, что предела нет платежеспособности и спроса в сегменте жилья. А если у нас спрос с вами останавливается, это неименомо будет вести к снижению цен в последующих периодах. Как это отразилось в объеме предложения? Вырос объем предложения в новостройках, и, конечно же, вырос вторичный объем квартир, продаваемых на рынке вторичного жилья. То есть в объемных показателях мы уже видим негативные тенденции. Хорошо, следующий вопрос. То есть вот в сентябре рынок начал восстанавливаться в плане спроса, но произошло объявление частичной мобилизации. Тогда что? Опять спрос упал? Да, как отрезало. То есть именно день в день. А цена при этом не продолжала? Ну, не падала? Нет, конечно. То есть мы с вами вот на рынок жилья, ну, в принципе, недвижимости, прямое влияние имеют экономические факторы. То есть когда у нас с вами подняли ключевую ставку, и у нас был там всего лишь месяц для покупки недвижимости жилья по низким, по прошлопериодным ставкам, это спровоцировало скачок спроса. Нужно успеть купить поскорее, потратить деньги, да, которые есть там где-то лежат. Ну, даже, понимаете, войти в рынок по ставке там 5,9%, чем потом покупать по 20%, да, или там по 8% ставка скорректировалась. Это существенное влияние на платежеспособность. Поэтому экономически февраль подтолкнул спрос, но это была реализация вот этого, залповый спрос вот этого периода. А в сентябре же спрос его как отрезало. То есть он вроде бы стал оживать, 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 все уже обрадовались, расслабились, но был до и после. То есть день, вот это 22 число, он существенно отрезал вот этот спрос, и восстановление мы наблюдаем только там середины ноября прошлого года. Чуть-чуть спровоцировало отмены льготной ипотеки, конечно. И какие-то утки по поводу нестабильности экономической системы в России, да, и поэтому как-то все хотели разместить денежные средства в недвижимости. Это чуть-чуть подтолкнуло, но, понимаете, это не исправляет ситуацию никаким образом. Как будет, по вашим прогнозам, развиваться ситуация в 2023 году на рынке недвижимости? Это вопрос, на который, наверное, я не смогу дать точный ответ, потому что по всем моим ожиданиям цены должны снижаться. То есть они неизбежно должны снижаться, и они должны были начать снижаться еще с середины прошлого года. Потому что факторов роста экономических их нет, в принципе. Но различные политические и психологические факторы, они позволили удержаться на том уровне, на котором рынок удержался. Поэтому в 2023 году неизбежно мы должны увидеть с вами снижение цен. Новостройки, они должны начать снижение где-то в февраль, март, апрель. Но это мои такие предположения, но, конечно же, каждый застройщик снижения начнет в свой выбранный период, потому что у всех разное финансовое положение. Вторичный рынок, он уже застабилизировался, и, скорее всего, он также в районе второго квартала должен сформировать уже негативную тенденцию. Но я говорю, что рынок сейчас находится под существенным влиянием политических факторов и всех этих макроэкономических ситуаций. Поэтому с нетерпением жду новых событий, которые могут в ту или иную сторону переломить. То есть, если мы с вами получим льготную ипотеку на рынке вторичного жилья, безусловно, цены поддержатся и даже прирастут, потому что потенциал у этого семента большой. По вашим предположениям, насколько резким может быть снижение цены? Все зависит от того, насколько рынок удержится на этом уровне. Потому что я говорю, что предпосылки были уже середину прошлого года, но рынок не снизился. Поэтому чем дальше будет отсрочено снижение, тем резче будет падение. И это может резкое падение, что рынок может пробить гипотетическое дно, и снижение может быть еще даже существеннее, чем это было бы при плавном снижении. Гипотетическое дно – это что? Гипотетическое дно – это ниже которого цены не будут снижаться. То есть, если, например, по авторичному рынку сейчас цена находится на уровне 84 тысяч рублей за квадратный метр, гипотетическое дно – это уровень 70-75 тысяч. А новостройки гипотетическое дно – это уровень 90 тысяч рублей за квадрат. Это среднее, конечно же. Может пробить. Реально может пробить. Покупать сейчас недвижимость или нет? Или немного подождать? Это очень общий вопрос, и общий ответ будет некорректен. Потому что каждый человек находится в своей жизненной ситуации. Если вы инвестор, то, наверное, я бы рекомендовала покупать недвижимость. Наверное, это будут уже не новостройки. Если это не новостройка, то нужно искать специальное предложение, чтобы разместить средства. А если вы ищете для себя что-то, продаете что-то, покупаете, конечно же, это нужно делать и не обращать на уровень цен. Если вы продаете недвижимость и выводите средства куда-то, и у вас есть куда это разместить в бизнес, либо еще куда-то на благотворительность отдать, например, то, конечно же, это самое время продавать, потому что сейчас рынок находится на пике. Да, со спросом проблемы, но каждый объект находит своего покупателя, поэтому продавать, конечно, надо. Спасибо, Регина, что пришли к нам в студию. Будем надеяться, что в этом году рынок недвижимости будет более стабильным. До свидания. Спасибо. Вместе с вами мы подвели итоги года для регионального рынка недвижимости. С вами была Алена Катаева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Дорогие пермики, я от лица сети клиник немецкой стоматологии «Гутентак» поздравляю вас с этим волшебным праздником с Новым Годом. И пусть в 2023 году у вас найдется каждый день повод для искренней улыбки, а жизнь широко улыбнется вам в ответ. И пусть в Новом Году победит любовь. Любовь к близким, любовь к людям, ну и, конечно же, любовь к себе. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова